Всем привет, друзья! В прошлой серии мы взяли контроль над одной из крепостей, где обитала нежить. Это змеиная тропа, форт, который мы почистили и вернули во владение Скайрима, чтобы он служил переправным путем между Скайримом и, в общем-то, Империей Сиродила. Что мы делаем теперь? Мы теперь пытаемся довести наших торговцев до ресурсов, которые те и будут окучивать. Недоступно, недоступно. А вот сюда таки можно подойти. Хорошо. Посмотрим. Торговля, купечество, 127 монеток нам приносит. Хорошо. Раз есть недоступные ресурсы, в прошлой серии в комментарии мне отписали, точнее к позапрошлой, что может так быть, что до многих ресурсов просто можешь не дотянуться. Как пример тут. Торговля этим ресурсом принесет вам много золота. Вот только достать это золото. Увы, нельзя. Давайте искать. Искать ресурсные места. Несмотря на то, что я выбрал дом-ридорант своим врагом, тем не менее, я могу для начала заключить с ними торговый договор. Очень бедные. Казна 1862. Даже можно попросить их заплатить нам за это предложение. Радостное согласие. Хорошо. А если я попробую продать сведения о карте, видите, есть такие неучтенные моменты. Тоже соглашаются. Я пока не решаюсь запрашивать большие суммы. Это щедрое предложение. А не готовы ли вы будете заплатить 3000 за это? 2140 монет. А не заплатить такие готовы. На первое время у нас с ними будет союз. И, дабы не разрушать идиллию ситуации, пока мы будем расправляться с нежитью. Сведения о карте. Дань, выплата, сдать область, напасть на державу. Давайте посмотрим, готовы ли они будут сражаться с ордами нежити. Нет, право прохода они предлагать не хотят. И сведения о карте тоже предлагать не хотят. Теперь у нас союз. На какое-то время. И торговля. Вопрос, куда двигаться нашему купцу? Где искать ресурсов, которые будут приносить действительно большие деньги? Сюда пойти не обойти. Не хочется потратить много времени. Может быть, мы пойдем на солстейм и там найдем что-то ценное? Ух ты! Мы с ними союзники, но ребята бродят по нашим территориям. 14, 12, 550, 180. И арбалетчики у них даже есть. Ого! На глиците еще. Значит, нам нужна защита. Хорошо, нам нужно побыстрее снести эту крепость твердыню нежити. И ситуация, я так понимаю, здесь такая же. Тоже некромант. 7, 9, 9. И тоже куча скелетов. Но у нас тут армии побольше. А идут они в сторону Рифтона. Где мы могли бы нанять охрану? И куда мы уже ведем наши войска на помощь? Я правда не знаю, дойдут они или нет. Но попытаюсь. Помним, кто нам пригодится. Нам пригодится и пехота, и копейщики, и мечники в стальных доспехах. Лучников у нас только 3 отряда здесь. Нет, 4 отряда. Армии будет много. Хватало бы денег на них. 85. Давайте пристанем к этому ресурсу. Так, а эти ребята у нас возвращаются, типа... Из Донстара. Из Донстара надо было в Винтерхолд отправлять. А я отправил в Солитюд. Моя ошибка. Я думаю, мы можем высадить агента здесь. И пусть он продолжает свой путь дальше сам. А корабль нам понадобится для того, чтобы, если что, переправлять армии. Пока что оставим его тут. Выдвинем войска вперед. Попытаемся уничтожить всю нежить. Я не знаю, правильно ли это решение, но попробовать стоит. Так как эти шахты недостижимы для нас, то, может быть, мы найдем ресурс, который сможем обрабатывать быстрее. Вот тут вот золотишко можно отправить наших работяг туда. Так, а что вы скажете? Тоже готовы отправиться. Один отряд я, наверное, отправлю в Марфал. Пусть там будут. А два отряда отправлю в армию. В армию, которая движется на северо-восток, к замку, к форту с нежитью. А рифты нужно защитить. Конечно же, я найму здесь всю возможную охрану. О постройках пока речи быть не может, к сожалению. Понятно. Если что, они подойдут на помощь. И попробуем взять приступом Драгонстар. Но это уже на следующем ходу. Из Маркарта придет подкрепление, несколько отрядов лучников и пехоты. Будем надеяться, что 8-6, натиск 3. Мы сможем одолеть этих ребят. 5-4-4-6. Ну, лучники тут серьезные. Нам везет, что у нежити нет стрелков. А так, конечно, посражаться придется. Отправить пешком в Винтерхолд, рассчитывая, что дойдут. Здесь мы наняли всех. И, по идее, если где и нанимать силы, то в Айтране. Правда, кого и куда мы отсюда отправим. Ведь нам нужны верные парни. В общем-то, в Хелгине мы можем нанять лучников. В Айтране взять, к примеру, тоже стражников и лучников. В Ривервуде никого. Тут пока тоже нет. Стража для Солитюда. И Маркарт может послужить для нас местом найма. К примеру, пару отрядов, которые могут прийти в качестве подкрепления и помочь осадить и занять Драгон Стар. Копейщики в стальных доспехах. Найму их тоже, потому что не знаю, какая опасность угрожает Винтхельму. Ох, ох, ох. 17-16. У нас плюсовая казна. Что же сейчас будут делать Данмеры и их армия? Дом Ридаран остается вопросом. Передаем ход дальше и надеемся, что они не объявят нам войну сразу после достигнутого соглашения о Союзе. Не объявляют, но они собираются перехватить очень важную для нас крепость. Ярл Торальф. Берем его. А вот и минус, кстати, в нашей казне. Первый. Но я собираюсь эту ситуацию изменить захватом сразу двоих территорий. Даже не знаю. Может отступить. К примеру, вот этим вот парнем в Solitude. Не тащить его за собой. В Solitude мы, естественно, ничего уже нанять не сможем. Давайте уничтожим Форд с нежитью. Не тащить, а перевести его, к примеру, в Dunstar или еще дальше. Попытаемся наладить дело. Купечество 140. Добавим три отряда к нашей армии и сможем штурмовать. 60. Неплохая цена. Интересно, сколько нам заплатят за золото. И за серебро, которое находится здесь рядом. Вообще, хотелось бы попробовать все ресурсы. Может на территории наших союзников есть что-то еще ценное. Ладно, остановимся на 60. Уже какой-никакой доход. Идем в рифты. Если вдруг у наших соперников не получится захват поселения, то я с удовольствием возьму инициативу в свои руки и попробую осадить. Хотя вот я не знаю. Хотелось бы посмотреть, верну своего дипломата. Нет, таки осаждают. И скорее всего они его возьмут. Копейщики в стальных доспехах сопротивляются и мечники. Такая хорошая цель. И мы ее, считайте, упустили. Копейщики в стальных доспехах. Кого взять? Вот этих вот возьмем. Эти не успеют. Хорошо, идем в рифты. Наняли здесь лучников. А куда мы их теперь будем отправлять? Раз мы засоюзничались. Ладно, всех отправляем в рифты. Там полевые сборы. Опять положусь на свою удачу, что никто не взбунтует. И на этот раз отдам приоритет в войне против мечников. Нам нужен город, который может приносить хороший доход. Ну что, давайте возьмем приступом это селение. У нас есть определенное преимущество. Я надеюсь, во время осады мы его реализуем. Добавить в эту модификацию уникальную архитектуру и цены этой модификации. Не будет. Ну что ж, помним, как ведет себя искусственный интеллект. Они хитры. Поэтому будем пытаться действовать по тактике разделяй и властвуй. Тоже чуть-чуть поближе подведем. Напротив врат. Еще два отряда с лестницами и три отряда с лучниками на всякий случай. Даже не знаю, можно расположить еще один отряд здесь. Может быть, вот так вот. Ну что, я готов начать сражение. Да, искусственный интеллект, видите, как расположил свои войска. Не подобраться. Штурмовать будет сложно. Причем они лучников скомбинировали с мечниками. Один отряд луки, один отряд мечи. Тут их больше, тут вообще никого не оставили. Не посчитали этот участок опасным. Значит, естественно, мы штурмуем. Здесь у нас тоже луки, мечи. Но у нас есть возможность разделить армии. К примеру, часть отправить сюда. А часть отправить сюда. Точно так же, как и здесь. Часть мы можем отправить вот сюда. Основную надежду, полагая, на мечники. Мечники, мечники, мечники. Так, выставимся поближе. Отсюда недалеко и до площади. Записываю вечером, друзья. Взял с собой немножко кофейка для того, чтобы глаза не клип-клип. Хотя, мод мне нравится. Так что, когда что-то нравится, я помню, что мог играть даже сутками. Приспокойненько себе причем. Давайте подойдем поближе. Вот сюда. Пусть враг делает выбор. И тут подойдем поближе. Вот сюда. Вот сюда. Выбор будет нелегким. Ага. Они сдали нам врата. Ну, спасибо. Я воспользуюсь. Давайте, пробивайте брешь. Сейчас будем следить, чтобы никого нигде не обстреливали. Но можем уже ставить на двоечку. Хотя я бы с площади на их месте подвел парочку отрядов. Какие тут красавцы. 36. Пробиваем быстро. Сюда никто не идет. Отряда лучников нам хватит, чтобы расстрелять тех, кто там на площади находится. Другой вопрос. Пойдет ли кто-нибудь сюда? Мы, наверное, не пойдем на площадь, а мы попробуем совершить диверсию. Вот этих вот убить. Вперед, друзья. Проникаем. Здесь только мечники. Поближе сюда. А вот здесь два отряда. Это поопасней. Или мы можем посмотреть, как реагируют бойцы врага, когда есть реальный риск захвата площади. Отступим. Обстрелы нам ни к чему. Что у нас происходит на миникарте. Попробуем расстрелять центр площади. Защита у нас здесь стоит. По всем сторонам. Еще поближе. Подойти к нам здесь не смогут. Еще поближе. Это мечники. Легкая пехота. Если они приведут сюда лучников, вот тут вот начнется уже веселье. Сейчас посмотрим, легко ли они выживают и быстро ли умирают. Так. Тихо. Расстреливаем. Отступаем. Действуем такой тактикой. Все, можем отступать. Развернулись, расстреливаем. Далеко не уходим, подходим назад. Вот они как раз сгрудились в кучку. Лакомки мои. Мои лучники вас съедают. Но, как видим, лучники здесь не уберы. Так. Пару залпов дать, затем отступить. Я даже, можно сказать, передержал слишком. Все, разворачиваемся еще раз стреляем. Ополчение лучников. Вот этих лучше близко не подпускать в атаку. Попробуем поверху обойти. Ребята отступают. Попробуем взять сюда. Да. Ну, нас отвлекает, я гляжу. О, тут я смотрю, серьезно. Отступим. Так. Стоять. А вы назад. Маневр, на самом деле, нам не очень-то и надо. Отступим, отступим, отступим. Иначе станем целью. И мишенью. Своего-то мы тут достигаем. Один отряд мы практически уничтожили. И скоро начнем занимать площадь. Может быть, тогда враг испугается и ренится на защиту. Вот видите, они специально заняли место на стенах, чтобы нас туда пригласить. Ну же, где ваш залп элитный? Ну, они отступают сами. Хорошо. Еще один залп, потом можно вводить пехоту тяжелую. Хотя тяжелая пехота уже сейчас может атаковать врага. Сейчас мы развернемся, дадим еще один залп. И может даже еще один. Все, враг бежит. Лучников тогда сюда. А этих ребят на площадь. Теперь думайте, что вы будете делать. Я думаю, как только мы вступим на площадь. Есть вариант, что мы можем воспользоваться тем, что эти ребята будут спускаться. Можем немножко сюда подойти. Так, далеко не идем. Понимаем, что... Либо ждать их на площади. Но на площадь могут пойти все сразу. И тогда будет проблема. С тем, что мы просто такой напор сдержать не сможем. Это, наверное, единственная слабость вот этой вот диверсионной тактики в том, что в одном месте можешь сосредоточить небольшую только группу отрядов. Да, ты можешь покусать, но укусить смертельно, увы, не получится. Так, очень надеюсь, что убьют еще и капитана, который отвечает за гарнизон крепости. Решили отвезти еще один отряд ополчения. Наши лучники ждут. Давайте справляйтесь с ними. Ополчение лучников. Серьезно. Бросаем этого генерала и идем к лучникам. Немедленно. Плюс пехоту подводим туда же. У нас нет времени разбираться со всякими парнями подобного рода. Так, а что происходит здесь? Сюда давайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У нас остался этот парень в тылу и мы побежали. Что же вы, воины, меня так подвели? Три. Три отряда вперед. Это не очень хорошо. Диверсанты вперед. И самое главное, что нам оставили тут. спокойный проход. Перезаряжают оружие. Ну давайте. Вау. Нет. Рвать когти туда не вариант. Вариант расстрелять этих парней, а сами мы отступим. Все, ребята, поползли на площадь. Эх, как бы здесь помогла мне кавалерия. Но кавалерии у меня нет. Все, сбегаются парни на площадь, а мы сбегаемся совершать диверсии. Я смотрю сейчас. Продолжение следует... На ополчение мечников выходит вперед. Это значит, что дадут нашим воинам спокойно пострелять. Вы пока переводите здесь дух. Стойте даже. А мы будем вести перестрелку издалека. При этом сейчас попробуем подвести следующие отряды. Правда, нас очень быстро убивают. Давайте переключимся на лучников. Вообще, я даже не знаю, как правильно сделать, чтобы покусать этих всех ребят с кавалерией. Было бы просто. А вот то, что они, конечно, собрались на площади... Становится проблемой на самом деле. Так, а может вы все это бросите... И войдете по-человечески через врата. Давайте попробуем приманить лучников и зажать их с двух сторон. Сами при этом немножко спрячемся. Вот так вот. Называется «Иди сюда». Сейчас пусть они выберут себе цель. Мы зайдем с той стороны, где... А нет, тут все равно есть стрелки, к сожалению. В атаку! Нет, не получится. Но армия врага подходит ближе. И может быть сейчас у нас что-то выйдет. Противник забеспокоился. Отступим. Колеблются. Эти лучники наши побежали. Куда же вы стоять сражаться? Вот теперь они бегут. Хорошо. Значит, мы можем серьезно поубивать. Отставили им только 37 воинов. Подходим. Тут тоже лучники собрались. А ну-ка. Пусть не думают, что им это сойдет с рук. 37, а тут вообще 15 осталось. Вот это хорошо получилось. Но я думаю, они вернутся к площади и опять сделают ту же самую ошибку. Лучники останавливаются. Вы куда бежите? Возвращайтесь. Еще одно ополчение лучников. С натиском! В ряды врага! Подняли мечи! Подняли мечи, сказал. Что же это за натиск такой? Резать их начинайте. А чтобы не почувствовали преимущества, подведем сюда еще воинов. И еще как минимум несколько отрядов. Заходим сюда. Заходим сюда. Нет, давайте разойдемся по сторонам. Не лучников это дело, а дело пехоты. Резать лукарей, которые подошли. И пугать лукарей, которые обнаглели в край. Мечники, мечники, мечники. На площади остались мечники. То есть мы можем их зацепить. Хорошо. Развернулись. Сейчас будем цеплять. Догоняем. Догоняем. Теперь. Станем здесь. Попробуйте. Бунтуют сломлены. Но как только мы сюда подойдем, ситуация может очень резко и сильно измениться. Я думаю, нам стоит отступить. Оттянули на себя отряд мечников. Они хоть не будут пугать наших. Сейчас попробуем их. Нет. Наши бегут. К сожалению. Лучников сковали боем. Наши тяжесты сражаются с легкими мечниками врага. И мы достреливаем до ополчения. Ну-ка, попробуем подвести два отряда, чтобы испугать. У нас ополчение мечников. Нужно быть осторожным. Пока преимущество на нашей стороне. Остановились. Давайте ударим по ним. и вперед на площадь уже погнали к сожалению это вражеские мечники не отступать продолжаем обстрел теперь на противоположной стороне ситуацию в свою пользу обратили мы и это прорыв наш отряд бунтует покинул поле боя давайте разобьем пехоту которая препятствует проникновению на площадь вперед 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 тяжей тоже вперед так кто тут у нас бежит те кто и должен кто тут у нас готов а у нас тут еще лучники сражаются почему-то лучники не должны сражаться в ближнем бою они бьются обходим врага обходим с кем мы тут остаться с остатками сражаемся очень важно сейчас ударить в спину вот этих ребят чтобы они побежали и затем вот этих вот ребят но сначала разобьем вот этих вот парней навалимся на них этих мы расстреляем наконец-то убили вражеского полководца это стоило сделать в самом начале бросать его было большой ошибкой все от лучников врага почти ничего не осталось реально перекрестный огонь под которым они гибнут развернулись развернулись но враг сражается до последнего и брать этот город было не легче чем крепость драуграми правда немножко быстрее даже взяли опыт нет 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 не разворачивайтесь там спина врагах врага нужно ударить я люблю когда противник сражается до последнего и бои действительно затяжные напугаем врага морды это умеют здесь победа ударим еще немножко 39 на 92 крики устрашения вот что нужно которое подобно назгулам что-то от родной способности нордов хотя конечно это сделает их слишком сильными убиваем не даем попасть на площадь не даем тут еще один воин врага есть и два отряда я так понимаю здесь он колеблется но он один он будет сражаться до последнего если его конечно не убьют хватит и хватит я из рорик стена да как в начале скайрима локеру из рорик стена его расстреляли так и этого парня последним убили но потери 407 воинов серьезненько серьезный размен драгонстар взят ограбить чтобы получить золото и есть еще один город который принадлежит мятежникам и он совсем рядом так объединяем войска смотрим что здесь есть торговцы гильдия магов малый штаб гильдии магов копейщики в стальных доспехах мечники в стальных доспехах мечники в тяжелых доспехах и малые конюшни дворец удовольствия лазутчик и убийца правда стоит 8000 септимов откуда у нас такие деньги мы можем себе позволить только купца здесь нанять ну и оставляем этот город оставляем в нем небольшую стражу надеюсь ее хватит я так понимаю тут есть отряды которые присутствием которых мы можем пренебречь и смотрите как далеко можем пойти но я пожалуй вернусь назад и поищем какая из дорог и куда ведет как думаете где искать поселение тут серьезный вопрос может быть это дорога нет тут нежить а я туда не хочу сначала хотя нежить у них нет стрелков может как раз и стоит наведаться к нежити затем подкрепление подвести и как это обычно происходит одержать победу следующим сражением и в следующей серии будет битва за кастов 19 областей владеем 19 областями и казна у нас уже плюсовая теперь я чувствую серьезную нехватку хороших воинов у нас еще один город джихана но он обороняется лучше есть городская стража с мечами здесь хайрукские воины с клейморами и городская стража с арбалетами так сказать просто так не пройдешь и легко они не сдадутся мне немножко не нравится что здесь мало лучников в армии и я наверное позволю себе нанять еще порцию стрелков особенно вот этих два отряда мне очень помогут солить юди теперь давайте думать давайте думать где еще нам воины пригодятся так сюда мы ведем две полных армии то есть у нас будет почти два стека и нам очень не хватает воинов вот тут знаем что здесь два поселения на самом деле ну и конечно же после захвата форта храк стадо понадобится еще сила для того чтобы одолеть джихану мне хочется конечно тратить деньги на дорогих воинов хочется воспользоваться кем-то подешевле а что если мы отправим наших ребят в догонку сюда копейщики копейщики нет пожалуй это не лучший выбор здесь вообще ничего нанять не можем стража я горю желанием нанимать именно лучников тоже стража не гуд не гуд как вариант мы можем посмотреть сколько ходов осталось до найма два хода не так уж и много как я говорил было бы неплохо получить кавалерию с натиском построив малые конюшни мы же можем это сделать можем хорошо друзья спасибо за внимание и встретимся в следующей серии где мы будем осаждать еще один форт с нежитью и потом передадим ход дальше удачи вам и хорошего настроения